уважаемые слушатели сегодня мы продолжаем рассказы по эволюции человечества поэтому сегодняшний ролик называется плуты но это такое старое слово которое почти не употребляется в современной молодежи но плутовство это не то что милые занятия нет вот плут это руководителя о ммм некоторые бывшие руководители нашей страны плуты но это просто говорит о том что вам пытаются выдать за истину в последней инстанции то что даже скажем так мягкой ложью не является нас дело в том что все это плутовство обмана жульничество и в науке в искусстве и в политике и в экономике она есть основа обезьянье жизни я в том что примат все время вы знаете кто бывал в теплых краях пока это было можно где знают они воруют беспощадно бесстыжие еще все время трясут своим причин далами показывают какие они крутые вам это ничто не напоминает напоминает когда ездишь по городу москве на машине так вот плутовство является основой искусственного отбора и вот здесь четыре издания книжки церебрального сортинга где я разбираю эти вопросы в самом общем виде хотя можно конечно переходите к частности и есть очень много интересных тенденций которые мне кажется должны попадать в человеческое сознание чтобы они не разменивались на перечислении пушек танков боевых самолетов и не путали их с теми общебиологическими процессами которые лежат в основе всей этой катавасии на желтон что искусственный отбор для того чтобы понять но от почитать книжечку эту еще церебра и нищета мозга кроме церебрального сортинга это полезное занятие еще изменчивость и гениальность для того чтобы понять какие необратимые различия между нами существуют ну и обратиться тогда уже в русь жившись знаниями хоть какими-то они глупостями которые вам навязывают через на ладоннике обратиться уже к анализу тому что происходит вокруг это просто избавит от массы мелких дурацких ошибок что мы видим сейчас вокруг но мы видим с вами конечно усиление мощнейшее усиление искусственного отбора причем летального гоминиды истребляют друг друга с удивительным задором причем повсеместно веселые дружные на юге америки то есть на севере мексики и в африканских странах там вообще без предельная активность на сей предмет то есть гоминиды умирают тысячами и сотнями тысяч являясь чем по сути дела отходами искусственного отбора а что же происходит на самом деле думаете где-то сидят большие экономические проблемы до повод именно такой когда люди пытаются отнять друг у друга там самый вкусный пирожок и и употребить его самостоятельно ну например там на территории израиля месторождение газа на других территориях там полезные ископаемые уран и прочее да дележка идет безусловно но надя идет очень специфическим образом дело в том что реализовывать такие экономические задачи грабежа друг друга среди обезьян принято по понятным механизмам и вот таких механизмов полным полно вокруг обращаю ваше внимание дерутся не с криками на флагах отдайте мою любимую горбушку или там верните на отдайте нам отложение значит на билатерале значит запаса газа или верните нам нефтяную трубу нет почему то такие лозунги нигде не пишут странно правда борется за это а говорят что то совсем другое странная вещь но это характерно для приматов то есть такая скажем такое плутовство на самом деле у нас идут шли уже последние несколько тысяч лет простые этнические войны по сведению этнических счетов их полным полно вот сейчас мы видим активную фазу арабо-израильской войны направленных на уничтожение всем понятно одни такие другие сики и вот надо сики их убить этим а других убить этим вот и все а то что там где-то нефтегазовое месторождение которое очень хочется получить турции да никому делу нет об этом вспомнят потом и о том что англичане которые подготовили этих боевиков которые бросились на израиль большие друзья израиля кстати говоря это же похоже этнического происхождения но они очень заинтересованы в том чтобы израиль исчез и тогда восстановят старую модель серпа который только израиль и мешал но когда его хотели всех израильтян отселить в крым таким образом освободить территорию и договориться с владельцами газа и нефти то есть на самом деле в подложке этнических войн лежит ничто иное как экономические интересы но их очень трудно разглядеть ну классический пример тоже америка после этих танцев с бараком обамы от хижины дяди тома до барака обама дело кончилось блм и это очень нехорошая ситуация их 15 процентов я имею ввиду негритянского населения сша это очень много потому что людей которые что-то знали о дорогом владимире лече его обалденной партии было меньше полу процента в россии чем дело кончилось при своевременном снабжении немецкими деньгами умелыми подсыланиями бултунов агитаторов и пропагандистов ну которых сейчас у нас хватает вчера пропагандировали одно а через 10 лет прямо противоположное этого всегда хватало за небольшие деньги то есть вот вам пожалуйста 15 процентов населения блм да еще помноженные на мексиканские проблемы еще учитывая что в подложке то экономика очень тяжелый сами понимаете назревает там не этническая там расовая война грядет и народу для этого достаточно ну кроме этого пожалуйста если брать нашу проблему на юге киевскую но в киеве кто руководит фашистами наш президент сказал евреи действительно правительство такое а кто деньги дал в америке те же самые представители тоже этнической группы почему война бессмысленной но никак не заканчивается когда убивают огромное количество украинцев и русских ах ребятки открутитесь на 100 лет назад дело бейлис украинские погромы когда истребляли евреев массово ни за что не прошло просто потому что они другого вероисповедания когда в россии существовала черта оседлости когда тех же несчастных евреев не пускали получать высшее образование надо было креститься поэтому тоже дорогой владимир ильич уже упоминавшись у нас сегодня был выкрестом второго поколения так нельзя обижать другие нации особенно в многонациональных странах и поэтому эта война является собственно говоря этнической местью ничем другим поэтому она бессмысленна и связана только с гибелью людей думаете это вот когда так прикладывают такие усилия да и нет посмотрите на великобританию это бесконечный источник развлечений но для меня в коем случае там такая же схема как на украине во главу страны поставлен решесунок хороший парень зятек очень богатого индийского бизнесмена а теперь прикиньте что он делает он втравливает англичан во все неразрешимые конфликты вам не кажется что англия закончится великобритания закончится так же как украины кровавые войны которых наконец то индийское население которое англичане истребляли столетиями получит сатисфакцию и решесунок отличный инструмент вот вам еще одна этическая на правда с подвывертом так же как на украине то есть вывод этнические войны есть будут и будут продолжаться не из-за того что они вызваны этническими национальными различиями от того что людям далеких от науки от политики очень легко объяснить почему человек другого цвета кожи с другим разрезом галаз с другим вероисповеданием виноват во всех твоих смертных грехах и поэтому те экономические проблемы о которых рассказывает Михаил Хазин представляющие на самом деле фундаментальной основы этих процессов накладываются на древние гоминидные этнические конфликты связанные с такой ерундой как этнические различия особенно среди близкими народами но такие как те же арабы и евреи генетические различия то минимально или как между русскими и украинцами тоже там этих не найдешь отличий тем не менее это борьба не на жизнь а на смерть то есть иногда третьи страны третий этнос вводят счеты с двумя иногда напрямую но суть от этого не меняется мы еще очень далеки от человекообразных существ мы рубимся друг с другом по этническим принципам ну под которыми лежат конечно экономической выгоды очень небольших группок людей которые привыкли жить хорошо поэтому уважаемые слушатели я вас прошу будьте крайне внимательны приобретайте знания даже такие поверхностные как в этих книжках для того чтобы разбираться в том что происходит к сожалению не все является тем чем выглядит и поэтому очень многие процессы кажущиеся бессмысленными или скажем так неадекватными на самом деле если встать на древнюю позицию этнических конфликтов они тут же все объясняются и не надо гадать почему продолжается бойня того что надо отомстить вот этой вот этой нации вот этой нации и этой иначе говоря это инструмент сведения этнических счетов как это не смешно выглядит поэтому все разговоры про всеобщее равенство всеобщеплавильные котелы всякую прочую чушь которая только оттягивает масштабы серьезных конфликтов можно забыть о вас призываю к здравомыслию и много раз к тому что много раз говорил разница по мозгу по самому главному между людьми индивидуальная разница превышает этническую поэтому не надо грести никого общей гребенкой люди разные и внутри любого этноса вариабельность превышает этнические и даже расовые различия люди давно должны стать индивидуумами а не стадами русских украинцев евреев арабов уже пора оторваться от нашего стадного хвостатого прошлого чего я всем вам и желаю до свидания до свидания до свидания до свидания напишись до свидания